Добрый день! Сегодня хотел поделиться мыслью, которая меня посетила вчера. Дело в том, что вчера был Йорцов, первая годовщина. Она уже сегодня продолжается. У меня похорон нашего друга Александра Гурвица. Мы в прошлом году тогда посвятили ему тоже какой-то пост. И вчера его сын, мой еще старший сын, закончил одну главу в трактате Таанид, в трактате Гемори Таанид и трактат Мишны. И вчера у него дома, там, где живет его жена, дети, до продлятся их годы в радости и счастье, мы устроили праздничную трапезу. Праздничную трапезу по поводу окончания того, что мой еще закончил. Ну, понятно, что пришли соседи, друзья. Нужно отметить, что соседи, которые живут с ними в подъезде, просто поражают своей добротой, участием. Как они приготовили, как они участвовали, как они вели себя. Ну, вот отдельно нужно видеть, как люди могут помогать другому в тяжелой ситуации. Но меня поразила другая вещь. Люди радовались. Да, то есть, действительно, Мойша радовался Мойше, что он закончил. И люди радовались, стараясь его обрадовать. И у меня возникло внутри такое, как бы, противоречие. В принципе-то повод-то грустный, да? Отца-то мальчика не вернуть. Мальчик, отец умер. И, более того, в принципе, устраивать поминки в еврейской традиции не принято. Отнюдь не принято. Раньше мы вообще считали, что это совсем запрещено. Но, в принципе, я понял, что это у некоторых общинных восточных это принято. И если это выглядит как поминки, тогда это вообще не еврейская традиция. Почему же тогда это вообще было правильно? Я понял, что совершенно все концептуально совсем по-другому. Что такое? Почему не принято устраивать поминки? Почему мы говорим, что евреи не приносят цветы на могилу? Потому что это, как бы, взять смерть и пытаться ее приукрасить. Смерть, как бы, это вещь, это понятие явления грустное, тяжелое. А люди пытаются убежать от этой мысли, и поэтому давайте ее украсим, поставим цветы, давайте сделаем пир после смерти. Жизнь продолжается. Это, на самом деле, не еврейский подход. А что же изменилось в этой ситуации? В этой ситуации получилось так, что, в принципе, в ситуации, когда вот так вот себя ведут, человек закончил трактат, человек вырос в Торе, ребенок взял вот эту вот свою боль, да? Отсутствие ухода своего отца. И выразил это в приближение ко Всевышнему. И Всевышний вместе с его отцом, там один из раввинов, так и сказал, что Всевышний со всей своей свитой и отец твой присутствует на твоей радости. И это тогда совершенно другая ситуация. Это не попытка забыть. Жизнь продолжается. Давайте, там, выпьем, закусим и, как бы, забудем о том, что есть понятие смерти. Никто не забыл о понятии смерти. Просто нужно понять, что Всевышний управляет в этом мире, послал этому ребенку такое испытание. Но этот ребенок может взять это испытание, если мы правильно ему поможем, мы, мама, родители, ей кто-то поможет, матери. Могут взять эту ситуацию сложную и с ней подняться. И тогда эта радость по поводу окончания изучения трактата. Вот это вот делает, меняет весь смысл. Да, жизнь продолжается, но не просто потому, что мы едим и пьем, а жизнь продолжается потому, что мы соблюдаем Тору, потому что Тор продолжает изучаться, потому что мы изучаем Тору, потому что мы приближаемся ко Всевышнему. И мы принимаем власть Всевышнего. И тогда это совсем другая вещь. Это концептуально не попытка, не пир во время чумы, грубо говоря, а это совершенно другое. Как может быть, какой-то маленький нюанс понимания может изменить весь смысл ситуации. И там раввин Ружин, раввин, который помогал Саше все время его болезни, а сейчас пришел радоваться с его сыном окончанию трактата, сказал, что есть такая знаменитая история. Как-то Равмойшев Айнштейн, у него был ученик в Яшиве. Этот ученик, у него был отец. Когда ученик начал заниматься в Яшиве, то есть он изначально не был религиозным, этот мальчик, начал заниматься в Яшиве, пришел к Торе, начал заниматься, и потом на каникулы приехал к отцу. Сказал, знаешь, папа, я занимаюсь изучением Талмуда. Говорит, да, давай попробуем вместе. Человек действительно тоже решил приблизиться. Начал с ним заниматься, поскольку они занимались очень мало, поскольку он только на каникулы приезжал достаточно редко, то они закончили один лист Талмуда, закончили через достаточно долгий промежуток времени. И тогда этот папа сказал своему сыну, слушай, я хочу сделать окончание, хочу сделать праздничную трапезу, порадоваться. Сын сказал, папа, нам нужно целый трактат закончить, мы с тобой только один лист закончили. Давайте спросим Равмойшев Айнштейн. Спросили Равмойшев, Равмойшев сказал, делать. Надо делать. И они сделали большую трапезу, и Равмойшев сказал, не только надо делать, а я сам приеду. Равмойшев приехал, приехал, участвовал, и на следующий день этот человек умер, скончался. Тот, кто окончил этот лист. Равмойшев потом приехал на похороны и сказал, есть человек, который покупает весь свой будущий мир, приобретает весь свой будущий мир одним листом. Вот эта радость связи со Всевышним, радость того, что Тора меняет всю жизнь человека, это может быть даже в одном листе. Даже... И вот эту вот мысль я хотел бы передать, да, что, несмотря на все сложности, тяжести вокруг, Тора меняет весь смысл любого, любой ситуации в жизни, любой ситуации в жизни. Вот так вот. Ну, дай Бог, чтобы никто никогда не слышал ни о каком горе, у всех была только радость. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok